В этом видео я расскажу вам обо всех актерах сериала Кухня, которые ушли из жизни. Почти все они сыграли небольшие роли, но все же эти люди запомнились многим зрителям. Давайте вместе с вами сегодня вспомним их, ведь эти актеры также сыграли немало интересных ролей в других фильмах. Рекомендую вам подписаться на мой канал, чтобы не пропустить выхода новых роликов. Сержанта Масича во втором сезоне сыграл Дмитрий Гусев. Актер умер от сердечной недостаточности. 13 января 2021 года. Ему было 45 лет. Валерий Громовиков снялся в третьем сезоне и сыграл Ивана Соломоновича, адвоката Кристины. Актеру было 77 лет. Он умер 30 мая 2023 года. Деда Кирилла сыграл Сергей Сосновский. Актер скончался в результате тяжелой болезни. 3 июля 2022 года. Ему было 67 лет. Иван Рудаков сыграл байкера Стаса Титова по прозвищу Поршень. Актер умер от последствий перенесенной болезни. 16 января 2022 года. Ему было 43 года. Артур Диланян сыграл продюсера фильма, в котором хотел сняться на Гиев. Актер покинул этот мир из-за проблем с сердцем. 29 августа 2021 года. Ему было 59 лет. Виктор Муравский сыграл полковника, знакомого шефа. Он умер 17 сентября 2016 года. Актеру было 55 лет. Марк Руденштейн сыграл олигарха Давида Михайловича. Актер перенес инфаркт, а затем инсульт и скончался в больнице. 5 декабря 2021 года. Ему было 75 лет. Бабушку Максима Лаврова сыграла Кира Крейлис-Петрова. Актриса умерла после продолжительной болезни. 12 мая 2021 года. Ей было 89 лет. Небольшая роль гипнотизера досталась Наталье Юниковой. Она скончалась от кровоизлияния в мозг. 26 сентября 2017 года. Актрисе было 37 лет. Владимир Чуприков сыграл врача в роддоме. Актер умер из-за проблем с сердцем. 19 сентября 2020 года. Ему было 56 лет. Бездомного, у которого повара отобрали инвалидную коляску, сыграл Сергей Афанасьев. Он умер от продолжительной болезни. 19 сентября 2019 года. Актеру было 56 лет. Борис Тенин снялся в эпизоде шестого сезона. Актера не стало в результате инсульта. 28 сентября 2021 года. Борису Тенину был 51 год. Небольшую роль повара в шоу Дмитрия Нагиева сыграл российский шеф-повар Юрий Рожков. Причиной его смерти стал инфаркт. Он умер 21 августа 2016 года. Юрию Рожкову было 45 лет. Дмитрий Межевич сыграл эпизодическую роль во втором сезоне. Его не стало 8 марта 2017 года. Актеру было 76 лет. Во втором сезоне жениха-одноклассницы Насти сыграл Виктор Барченко. Он умер 28 февраля 2021 года. Актеру был 61 год. Повара, которого шеф не принял на работу, сыграл Дмитрий Мирон. Причиной его смерти стало переутомление. Актер скончался 13 июня 2016 года. Актеру был 41 год. Одного из врачей, которые забирали деда Кирилла, сыграл Александр Шаврин. Он умер в результате онкологического заболевания 30 декабря 2017 года. Актеру было 57 лет. В эпизоде четвертого сезона снялся Михаил Бескаравайный. Актер умер от сердечно-сосудистой недостаточности. 1 мая 2023 года. Михаилу Бескаравайному было 65 лет. Посетителя отеля, которому шеф принес курицу, сыграл Виталий Ольшанский. Причиной смерти актера стал инфаркт. Актер умер 2 февраля 2021 года. Виталию Ольшанскому было 52 года. Полицейского в галлюцинациях шефа сыграл Алексей Войтков. Актер и каскадер погиб в ДТП 30 мая 2022 года. Ему было 45 лет. Посетителя ресторана сыграл Дмитрий Сапронов. Актер покинул этот мир во сне. 15 июня 2023 года. Причина смерти не обнародована. Дмитрию Сапронову было 50 лет. В спин-оффах сериала «Кухня, кухня в Париже» и «Кухня. Последняя битва» появился отец Виктора Баринова, которого сыграл Олег Табаков. Актер ушел из жизни от сердечного приступа. 12 марта 2018 года. Ему было 82 года. Бабушку Розы в фильме «Кухня. Последняя битва» сыграла Нелли Лакоба. Актриса умерла 21 января 2019 года. Актрисе было 82 года. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok